приветствую! давайте посмотрим в телескоп на планету Сатурн в этом видео я покажу вам съемки которые мне удалось сделать для вас через новый телескоп Celestron C8A с апертурой 203 миллиметра каждую ночь состояние атмосферы разное и планеты видны не всегда четко бывает ветер, туман, пыль, потоки в верхних слоях атмосферы когда обрабатываю записанные изображения с планетой применяю разные параметры, экспериментирую поэтому изображения получаются разные трудно сказать какой из них лучше поэтому я вам покажу какие съемки мне удалось сделать и какие изображения мы с вами можем получить напомню, что летом 2020 года Юпитер и Сатурн в моих краях видны очень низко над горизонтом это также ухудшает их видимость когда планеты высоко над горизонтом они видны четче заметны мелкие детали но все же наблюдая Сатурн в телескоп глазом или делая фото-видеосъемку и сейчас можно хорошо заметить что кольца не сплошные они разделяются на множество колец темные промежутки между кольцами имеют название самая крупная щель Кассини ее ширина около 4500 километров вообще нам с вами повезло увидеть кольца Сатурна ведь бывают годы когда он к нам расположен простыми словами боком и кольца или совсем не видны или видны как тоненькая полоска только представьте как далеко от нас эта планета более миллиарда километров от Земли космический аппарат Кассини летел к Сатурну почти 7 лет недавно услышал интересную новость ничего не вечно во Вселенной и ученые считают что кольца Сатурна лишь временное явление каждую секунду на поверхность Сатурна падает около 10 тонн материала из которого состоят кольца газового гиганта исходя из полученных результатов ученые пришли к выводу что кольца Сатурна исчезнут примерно через 300 миллионов лет субтитры субтитры Если вам понравилось мое видео, жмите лайк, напишите в комментариях, какие бы видео вы хотели увидеть на моем канале Подписывайтесь на новые, а мне не мешало бы выспаться после стольких ночей наблюдений Удачи!